Глиняные блюда, чашки, вазы и украшения – все эти изделия ручной работы создаются для дома и ресторанов на керамической мануфактуре в Раменском. Ее основатель Людмила Звягина производство посуды открыла два с половиной года назад на территории фабричного городка. Большинство специалистов компании – это выпускники Государственного Кжельского университета. Керамическая продукция создается ими вручную из трех видов глины. Это терракота, используем немного кжельской и немного красно-испанской глины. И работаем также на германских глинах, каменных массах, которые позволяют нам выпускать, производить продукцию ручной работы, но очень высокого качества. Ее особенность в том, что масса имеет свой цвет. Она не белого цвета, как это мы привыкли видеть, а имеет черный в нашем случае или бежевый в крапинку оттенки. Это позволяет добиваться каких-то уникальных эффектов. И неповторимая ни с чем керамика получается, рождается. В России такого производства больше нет. И ближайшие конкуренты, они работают вообще по другим технологиям. Поэтому наша технология, она более-менее уникальна является. От бруска глины до готовой керамической продукции проходит целых две недели. При этом на мануфактуре в месяц производится от 5 до 10 тысяч единиц изделий. Весь выпущенный товар реализуется оптом и в розницу. Основной упор компания делает на рестораторов, хорику и отели. Для них мануфактуры производят керамические изделия по заказу, создавая штучный товар с неповторимым дизайном. Мы придумываем формы и под эту форму мы уже подбираем глазурь. После этого мы делаем образцы и запускаем в тираж. После того, как наши образцы получаются хорошо или плохо, мы корректируем и отправляем уже на изготовление в тираж. Каждого человека я обучаю, как это все делать, как наносить глазурь, какие глазури, какой консистенции должны они быть. И таким образом у нас рождается каждая коллекция. Мы конкурентно способны. В России мы одни такие, кто производит посуду с куска глины. Это на гончарных станках, с пласта, методом различных формовок. Мы такие одни в таком масштабе, в котором мы сейчас производим продукцию. То есть ниже наши конкуренты – это мастерские, небольшие очень компании. А так формовка с куска – это только мы. Год пандемии для всего промышленного сектора выдался тяжелым. К счастью, этот сложный период керамической мануфактуры прошла без потерь, сохранены все специалисты. А благодаря полученной от государства субсидии, Людмила Звягина смогла приобрести столь необходимую печь для обжига. Это позволило увеличить объем выпускаемой продукции. В свою очередь, руководство компании взяло на себя обязательства по созданию новых рабочих мест. Благодаря этой печи мы смогли увеличить нашу производительность в два раза. Мы в этой печи можем обжигать до 150 изделий. И эта печка с хорошим программатором, то есть это немецкое качество. Очень качественно задается температурная программа, которая позволяет очень сложные изделия делать с этой печи. Мы много формовали, но не успевали обжигать. Мы приняли решение купить печь, и нам помогло правительство города Раменского. Огромная благодарность, и, ну, наверное, чудеса бывают, свершаются и у нас. Особенно в такой трудный очень год мы увеличили производительность. Я считаю, мы просто молодцы. Ну, и это благодаря тому, что нам помогли. Раменская керамическая мануфактура активно развивается. Сейчас руководство компании работает над расширением клиентской базы. Людмила Звягина ведет переговоры с Белоруссией. Уже поступают заказы из Казахстана. В планах охватить весь мир. Для этого компанией разрабатывается сайт на английском языке. Марина Миткевич, Игорь Чернышев для программы «Городские вести».